Сценарий 3. Вассалы и негодяи. Очаг освобожден, а теперь Баронессе предстоит принять непростое решение. Леди Хамонт и ее войска расположились в восточных землях, но страж западных земель Пиродин отправил гонца с вестями о нападениях Фейри. Сесилия решает отправить Вилью из Торонклиффа на восток укреплять оборону Спринхольда, а сама спешит на запад, к деревням Ветринь и Орешники, глубоко в тихой чаще, надеясь, что подмога прибудет не слишком поздно. Как ветер неслась Сесилия по лесам, граничащим с тихой чаще, спешила на помощь Пиродину и жителям западных территорий. Угроза от вожака Фейри Громорога и ее чудовищ разлеталась, подобно лесному пожару, от Карашпора на севере до Торонклиффа, до Мирных Полей, Орешников и Ветрени, отчего же Фейри решили покинуть тихую чащу. Пиродинь, сколько дней ты не спал? Что творится в деревнях? Когда и куда ударил враг? Леди Сесилия, ваше присутствие греет мое сердце. Кошмар начался еще до нападений. Мне рассказали о странной чуме, бушующей на окраинах тихой чаще. Осмелюсь заметить, что до сих пор не видел ничего подобного. И эта чума как-то связана с набегами Фейри? Пока что сложно сказать наверняка. Земля гниет изнутри. Я пытался найти причину на нас, но нас напала... на нас. Напала огромная стая крыс и целая армия скелетов, наполненных невиданной доселе сущностью, и мы вынуждены были бежать. Давай пока что оставим чуму, Пиродин. Что с Громорогом? Я уже не первый раз слышу это имя. Где мне его найти? Она везде, Леди Сесилия. Меня призвали на помощь в Ветрень. Но стоило мне туда добраться, как враг наполна орешники. А потом почти сразу же на нижние клены. Простите меня, миледи. Нужно было отправить к вам гонца раньше. Ты поступил, мудрый Пиродин. В Кремнехольме мы встретили лесной народ, а у Торнклиффа столкнулись с нежитью. Должно быть, Фейри напали на нас с нескольких направлений. Позволю себе не согласиться, миледи. Я не вижу связи между нежитью и Фейри. Мы отыщем связь попозже. Чем быстрее мы остановим Громорога, тем быстрее пройдет это поветрие, и тем быстрее успокоится нежить. Займешься научными изысканиями тогда, когда мои подданные будут в безопасности. Учтожьте всех враждебных магистров. Теселес, Даутхарт не может погибнуть. Так, у нас, а у нас теперь он Пиродин в подчинении, так скажем, наш магистр. Науки стрельба из лука, лидерство, марш. Сущность созидания. Так, войска, войска, у тебя есть какие-то... Так, лидерство понятно. Стрельба из лука плюс 20 в дальней атаке. Марш иногда для победы нужно всего лишь вовремя оказаться в нужном месте. Магистр получает плюс один к передвижению. Так, это тоже хорошо. А его можно... Его можно распустить, если что. Так, здесь у нас не убирается другой магистр. Только так. Можно распустить армию. Так, но мы этого делать не будем. Так, хорошо. Этот у нас теперь качаться может до следующего уровня 2000. Так, может качаться, значит пойдет первый. Так, набираем сначала армию. Так, обнаруженный знак. Войска Стаутхартов вошли в крошечную деревню под названием Орешники. И собравшиеся крестьяне приветствовали их с радостными криками. Разведчик в цветах лота проталкивается сквозь толпу. Магистр Родерик Лотт передает свои наилучшие пожелания и желает встретиться для обсуждения ежегодной подати от своего дома. При скорби, фейре и нежить на тракте не позволяют ему выдвинуться к вам самому. Он ожидает в Дубровичах, что к юго-западу. Благодарю тебя, конец. Передай ему, что мы направимся в Дубровичи при первой же Акказии. Также передай, что Стаутхарты рассчитывают на полную сумму подати вне зависимости от ситуации в его землях. Поговорите с Родериком Лоттом. Новая цель. Так, сначала мы подеремся чуть-чуть. Связаны клятвы. Служим госпоже. О какой клятве они говорят? Связаны клятвы и война длится вечно. Так уже было. Ну, как-то так. Как-то так. Так, у нас все осталось. Боди, да, все, прокачка осталась. Так, немножко изучим все-таки наше, так скажем, заклинание сущности. Так, начнем с порядка. Увеличивает скорость мыслей и шагов. Выбранный союзный отряд, плюс 5 к инициативе, плюс 1 к передвижению отрядов. Один раунд. Щит сущностей оградит вас от зла, защита. Выбран союзный отряд, плюс 10 к защите. Умиротворение, успокойтесь, нет нужды проливать кровь. Вражеский отряд получает у нас 25% к урону. Вот это более-менее такое самое. Порошее. Единство наполняет сердца солдат львиной доблестью. Все союзные отряды получают 10 к защите ближней и дальней атаки. Один раунд. Здесь у нас все. А, здесь у нас один ход отряда. В принципе, это можно на любой отряд кидать. Он даже на следующий раунд, по идее, должен действовать. Как и вот это. Здесь просто один раунд. Так, ладно, дальше. Хаос. Хаос есть бесконечная сила, ограниченная только воображением. Поступ хаоса самого пространства причудливая изгибалость. В районе 1 передвигает союзный отряд на одну ячейку. Конечное положение отряда определяется случайным образом. Кипящая кровь. Свори их в собственном соку. В районе 1 наносит 8 единиц урона выбранному отряду. Два раунда отряда. Длительность. В принципе, 16 единиц урона. Это, понимая. Буря. С таким ветром попасть в кого-то стрелой почти невозможно. Все отряды получают минус 25 к дальней атаке. Цепная молния. Молния перескакивает от отряда к отряду. Наносит 35 единиц урона выбранному отряду. После этого наносит 35 единиц урона. Два раза перемещаясь к ближайшему отряду в радиусе двух ячейок. Сущность. Разрушение. Разрушение возвращает форму и смысл обратно в чистую сущность. Агрессия. Иногда нападение становится лучшей защитой. Уровень 1. Выбранный союзный отряд. Плюс 10. Ближние и дальние атаки. Это что-то типа как у... Порядка. Еще защита дается. Ну и стоит 12. Здесь всего лишь 4. Почти 5. Диверсия. Затупи их клинки. Укради их доспехи и не давай им спать. Все вражеские отряды получают минус 10 к защите. Ледяная стрела. Эта стрела заморозит саму кровь в их жилах. Наносит 25 единиц урона выбранному отряду, а также минус 10 к инициативе минус 2 к передвижению отряда. Это в принципе будет очень полезно. Огненный шар. Сгорят они все сгорят. Наносит 30 единиц урона всем войскам в выбранные ячейки или во всех ячейках в радиусе 1. Хорошо. Созидание. Созидание придаёт сущности форму и смысл. Земляная блокада. Прикажи земле измениться. Меняй поле боя так, как тебе угодно. Создаёт на поле боя барьер с 30 очками здоровья. Рой насекомых. Оводы, мухи и комары. Их сила кроется не в их размерах. Наносит 6 единиц урона выбранному отряду, а также минус 10 к инициативе. Туман. Туман скроет тебя от чужих глаз. Союзный отряд нельзя атаковать, пока он не атакует сам или не закончится действие заклинания. Телетеринность 1 ход отряда. Так можно обезопасить кого-нибудь. Но только от любой атака. Ближний и дальний. Так, хорошо. Кислотное облако. Убивает врагов без излишнего кровопролития. Создаёт кислотное облако, которое наносит 29 единиц урона всем войскам, оказавшимся в радиусе 1 ячейки в момент атаки. Делительность самоуничтожения через 2 раунда. Арканы. Арканы – суть источника великих тайн, возможная проматерь всей сущности. Всекопьё. Клодовская атака, ранящая и тело, и рассудок. Наносит 10 единиц урона вражескому отряду. Межпространственная дверь. Иногда нужно просто открыть дверь и сделать первый шаг. Передвигает союзный отряд на 2 ячейки. Отталкивание. Отбрось врага назад. Выбранный отряд отталкивается назад на 3 ячейки. Шторм Арканы. Возвобождает чистейшую энергию Арканы. Наносит 25 единиц урона всем войскам в выбранной ячейке или во всех ячейках в радиусе 2. Так, ну и совмещенные. Так, вот у нас получается порядок. И Арканы. У нас по-разному всё это написано. Он был зашел порядок. Здесь по цене, видимо, снизу самые такие крутые, так скажем, сверху послабее. Так, ну сначала слабые будем читать по рядам. Усиление сущности. Коснись их истины Сида. Уровень 1. Выбранный союзный отряд. Плюс стоп порядку, созидание и так далее. Длительность 2 раунда отряда. Гнев. Выпусти зверя. Все союзные отряды получают минус 25 к защите, плюс 25 к ближайшей атаке. Это у нас только союзники. Замена. Время и пространство склоняются перед волей на кистра. Меняй два отряда местами. Максимальное расстояние 3 ячейки. Взрывные грибы. По сей спору разрушений враги твои пожнут страшный взрыв. Создаёт ремина, носящие 30 единиц урона тому, кто на них наступит. Взрыв сила. Наполнил своих солдат невероятным могуществом. Невероятным. Все союзные отряды получают плюс 1 к урону. Рассеивные сущности. Отбери у них силы. Уровень 1. Вражеский отряд получает минус 100%. Так, не интересно, когда будет уровень 2. Конечно, всё уровень 1. Туман в глазах. Кто не может толком присмотреться, тот и стрелять не сможет. Вражеский стрелковый отряд получает минус 50 к радиусу, минус 50 к радиусу верного выстрова. Правосудие. Что огромные существа, что крохотные, едины перед слепым правосудием. Убивает одного выбранного юнита, я так понимаю. Не целиком, наверное, просто 1 единицу. Скорее всего. Это надо потом будет проверить. Это хорошо на каких-то мощных, то есть есть там 250, как бы у кого-то, то есть какие-то дракованы или кто-нибудь. Наверное, вот этим будет хорошо уничтожать их. Эфирная чешуя. Чешуя из чистейшего эфира защитит твоих солдат. Выбранный союзный отряд, плюс 75% к устойчивости к ближним атакам. Эгида. Пусть ни одна стрела не коснется вас. Выбранный союзный отряд, плюс 75% к устойчивости к дальним атакам. Апокалипсис. Хаос и разрушение выходят на сцену. Наносите 25 единиц урона всем отрядам. Так, прям всем и нам тоже получается. Получается, что прямо всем. Петаргия. Сперва отбери у них пружинность шага, а затем и саму жизнь. Все вражеские отряды получают у нас здесь консативе, плюс 1 к передвижению отрядов. Ободрение. Наполняет солдат новыми силами. Все союзные отряды получают плюс здесь консативе, плюс 1 к передвижению отрядов. Резня. Бей снова и снова. Выбранный союзный отряд, плюс 1 к количеству атак. Вот это хорошо. Порядок хаос. Это было бы прям хорошо. Спелая ярость. Пусть жажда крови затуманит их взгляд. Выбранный отряд атакует ближайший отряд. Корни. Спутанные корни и грязь под ногами остановят любое наступление. Вражеский отряд получает минус 100% передвижению отрядов. Тоже хорошо. Созидание аркана. Возрождение. Наполнив своих солдат новыми силами, чтобы они поднимались на битву снова и снова. Уже исходящий союзный отряд получает еще один ход. Тоже неплохо. Разлом. Разорви их на части. Наносит 41 с урона вражескому отряду. Дыхание феникса. Ужасный феникс сжигает все на своем пути. Наносит 41 с урона по горизонтальной линии в трех ячейки. В три ячейки. Скорострельность. Да прольется дождь и стрел. Все союзные стрелковые отряды получают плюс один количество атак. Тоже неплохо. Так вот это наверное лучше будет. Делать там вот. А это только выбранный союзный отряд. Только один. Здесь все союзные стрелковые отряды. Так хорошо. Порядок и разрушение. Надо качать наверное порядок и разрушение. Раз мы в основном. Кабы я больше импонирую. Именно стрелковым отрядом. Так ладно ждем. Защиту можно сделать. Это можно было сделать. Пока просто ждем. Ну и на будущем можно уж с келетами-то не сражаться. Так. А мы не так уж и сильны. Так. Много уже всего. Так это порядок. Создание хаос. Порядок. Два порядка. Так что мы можем убежать на атаке. Так эти по-любому доберутся. Так можно на комниках сделать вот это. Нам пускай будет вот это. Там все будут ходить сейчас. Так как впервые ходят. Так я забываю, что каждый ход же можно использовать эти вот. Не раз и в раунд. Использовать их все равно не надо. Потому что начальник все потом просто исчезают. Так в принципе здесь тоже можно пока все одним собирать. В целом. Сей весной императрица наша Аврелия милостью в своей соблаговолила принять народ западных земель. Под свое августейшее крыло. Буде он верен ей вечно. Пусть правит она долго и мирно. Есть инициатива передвижения на одну битву. Так, подношение этим в принципе не обязательно. Так вот, что у нас маленькое поселение. Оборона. В бронительных целях вы можете нанимать отряда и строить гарнизон. Бронительные войска нанимаются как обычно или же приходят в город вместе с магистром. Такие войска можно передать под командование другого магистра. Войска из гарнизона. Внесут службу в построенных башнях. В каждой построенной башне приносит больше солдат. Такие войска не могут покинуть город. В улучшенных до второго уровня башнях можно размещать баллисты. Чем больше башен улучшено, тем больше баллист доступны во время обороны города. Нанятые отряды можно улучшить, если доступны соответствующие здания. Также их можно передать под командование вошедшего в город магистра. Вошедший в город магистра может заняться его обороной. Тогда напавший враг столкнется не только с гарнизонными баллистами, но и всей армией этого магистра. Вы можете строить стены, чтобы усилить оборону города. Стены защищают ваши отряды от врага и дают заметное преимущество гарнизонным войскам и баллистам. В усилениях строить стены нельзя. Набрать и улучшить оборону. Оборону войска. Разместите магистра в здании, чтобы укрепить оборону. Вороняющие войска. А кто у нас получается здесь? Так, нам надо это по-другому еще сделать. Нам надо это передать. Так, для снаряжения все осталось. Так, значит, снаряжение лучше не передавать второму, потому что это потом может в следующей миссии у нас не быть. Потом все, пускай, хранится у нас у главного нашего персонажа, магистра. Так, ну хорошо, пускай пока-пока бегает. Так, крыса. Так, ну допустим, маленькое поселение на уровне 1, золото, магистра. Магистра. Вывести магистра из города. Улучшить маленькое поселение. 1000 золота. Стоимость камень и древесина. Доход плюс 300 золота. Так, ну в принципе, можно сделать. Так, здесь у нас еще есть местечко. Так, ладно, мы улучшаем. Так, все, больше улучшить нельзя. Маленькое поселение. Так, что бы нам сделать? Нам надо, как средняя у нас появилась, казарма по-любому надо делать. По-любому. Так, а потом нам потребуется следование. И лесопилка. Нам здесь надо лесопилку будет построить. А, ну мы сразу не можем два здания строить. Так, хорошо, древние руины. Так, этим посещено. Так, ферму. Я думаю, можно его вывести. Не смысл он там находиться. Пускай собирается. Всякое. Подношение, по-моему, лучше этим не делать. Там три атаки, три защиты, по-моему, дает. Поэтому смысла от этого не будет. Так, этим нападаем. Крысы легко найти у нас неизвестный. Так, на крыс пока нападем. 51 крыса. Такое себе. Так, а можно отступить над этим. Переделать так два порядка. Так, кто надо сделать? Ну, этого, в принципе, можно убрать. Хотя можно блок снять, будет. Смотрим. Контратаку. Хотя написано легко. Хэппо, там 4, это сколько? 4 здоровья. Так, этот, ну, пускай, делает. Девинная доблесть. Так, пропускает. Пропускает. Это надо лучше ставить вперед, пускай он сюда под верный выстрел, стрелил, потому что он потом перезарядка идет. Здесь тоже ладно. Так, что мы делаем? Да, ну, и так лучше будет. Но львиная доблесть уже не действует. Так, этим мы ничего делать не будем. Хотя можно это воткать. Вымять. Так, этого надо бить. Нужно больше лучников. Ну, в принципе, мы сейчас их и наделаем. Так, отсюда. Два раунда. Так, почему-то посещено уже лицапилка. Она уже наша. У тебя не показано плюс один. А, почему-то этим показано посещено. Этим нет. Ну, ладно. Пойдем с этим и подеремся. В принципе, можно и там оставить. Так, эти уже могут добежать. Надо встать сюда. А, и можно еще использовать, чтобы походить. Если мы сюда подойдем. Конечно, не подходить. Просто для теста смотрю. Потом я смогу сделать. А, расходит одну очко передвижения. Завершает ход. То есть, расходит у нас одну очко передвижения. Так, хорошо. Так, пока не надо. Какой-то берсерк сделал. Вот у нас минус к защите. А я одну к передвижению. Хорошо. Так, лучше этого, конечно, ударить. Так. Девятый уровень. Порядок было бы неплохо. Лидерство тоже было бы неплохо. В инициативе, кстати, тоже было бы неплохо. Все нужно. Пускай будет пока лидерство. Докачаем лидерство. Так, туда надо сходить. Пока пойдем наверх. Так, все это захватили. Ферма тоже почему-то написана. Захвачена. Значит, захвачена. Так, мы в доверии не можем нанять кого-нибудь, хотя войска не показаны. Странно. Ну да ладно. Так, их не мечта. Мертвецы, нет, то мы с ним не справимся, по идее. Не меньше ста. Так, вот эти вот, получается, мертвецы. Здоровье 11, да, есть так. Слишком много тысячи ста. И сейчас то здоровье мы не пробьем. Так, вас не видно сколько. Так, сюда сводим его. Это можно. Плюс к атаке взять. Так, несколько лесных, несколько рогачей. Так, здесь можно артефакт еще раздобыть. Как-то так. Забивать нет смысла, есть смысл просто охранять. В принципе, есть смысл ударить. Как этих не добьем, пока этот у нас упадет. Дотянется. Так, а мы этих, наверное, убьем сюда, они просто вообще не ходили. Так, отлично, я денечку подбили. Так, это можно, в принципе, что-нибудь делать. Минимальные потери. А, у нас еще места-то много. Мечников расставить. Отлично. Так, там у нас роща какая-то. Заберем. Так, все, казарма построена. Теперь нам надо построить лесопилку. Так, а из зов тайных труп. Так, это надо прокачать. лесопилка сделает с камень небесной руга. Пока что мы рынок не сможем поставить. Так, а все, не знаю, что мы вторым могут готовы стать. Решу на следующий ход. Это все, забираем сюда, уже тем, кто не пойдет. Так, что это у нас такое. Три катаки. Три катаки. Мало. Так, их не меньше одного, но не больше 25. Аристократы. Фейри. Надо бы узнать, кто такие аристократы. Фейри. Так, далее арбалет. О, плюс 15. Дальний атаки. Надо там передать. Будет хорошо. Будет хорошо. Для того. Какой-то лук. Фиолетовый. Лук из рога Фейри. Надо этого убить. Видимо. Ладно, мы его чуть попозже добьем. Подкачаемся. Лес вокруг шумит и шумит недобро. Деревья кряхтят и шумят. Ветви хватаются за плащи узловатыми пальцами. Этот древний лес был здесь всегда. Он видел Аврелию и был ужасно стар уже тогда. Здесь, наверное, к опыту. Пока что. Можно же еще качать. Можно. Мы с этим сейчас подеремся. Кратский уровень получим. Неспокойте. Смысл есть, но... Пойдем сюда. Так, здесь спокойно можно обойти. Ферму надо забрать. Так, все у нас построилось. Цепилка построилась. Теперь, в принципе, надо только ресурс пять камней. Камней нету. Нужна каменоломня. Так, оборона. Набрать войска. Пока нет смысла. Так, все эти походили. Так, нам надо еще передать монстрелий. Источник знаний. Так, 150 золота. Можно взять. Так. Так, собаки странника. Два к передвижению, два к радиусу зрения. Так, берем. Все. Выкинуть. А если у нас дальше будет? У нас инвентарь, походу, неограниченный что-нибудь? Может быть, неограниченный. Так, с этим подеремся. Наверное, подеремся просто быстрым боем, наверное. Так. Так, потеря минимальная. Десятый уровень. Так, новый навык. Наставник. Количество опыта, которое магистр может передать другим наставникам. Наставничество плюс 25%. Так, на это в целом и хорошо. И нам, как бы, в целом это и не надо. Возьмем, либо командовать, либо все-таки, наверное, инициативу возьмем. Тоже полезный навык. Более, если мы будем лучше, мы будем потом играть. Так, будет хорошо, что мы будем первыми ходить. Возьмем инициативу. Так, плюс здесь к инициативе. Так, дальше мы, наверное, сейчас с этим пересечемся где-то внизу. Хотя нам надо отряд набрать. Вон, пока у нас пойдет просто. Так, изящный панцирь. Защищает уловище от меча, стрелы и злого колдовства. Отличается прочностью и красотой. Так, арбалет. Порох до пули, да кому нужны барийские фокусы. А ежели дождь ливанет или тихо надо, то тогда чего? Тогда арбалет. Орлеонский сапер Барни Твистерот по прозвищу Барни. Сюда, в принципе, кинуть. Это будет неплохо. Так, болотные звери. Я еще их не знаю. Болотные, болотные. Здесь не видно. Какое-то, видимо, другое у них название. Так, как они вообще выглядят? Червячков. Здесь вряд ли. Здесь тоже нет. Пока нам доступны четыре расы. Пока ранний доступ. Так вот они. Черви, взрослые черви. Здоровье 25. Запугивание вражеский отряд в радиусе одной ячеек. Получают здесь к защите инициативе. В принципе, 25 здоровья. 25. Нам бы отряд сначала получить. Так. И пересканаться там тоже взять. Так. Упнано. К тому подойти. Выберите навык. Здесь больше общая. Питрость. Два раунда. То есть это видео в начале раунда всегда будет работать. 10. А здесь у нас ваши сталки получаются. Плюс один к радиусу. Когда стрельба и звука надо прокачивать. Так, ладно. Здесь наверно пока берем лидерство. Больше народ можно было перетащить. Так, отдаем его тогда арбалет. Хотя, не знаю, брать, не брать. В принципе, 10 атаки. У нас два лучника в основном. Ведь вообще по одному. Так. 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 Будет совсем мало. 31. Ладно. Там 10%. А то ведь будет хорошо стрелять. Так. И наверное пускай он туда бежит. За отрядами. Так. А это надо наверное прокачаться. Так. Этого сюда нет. Надо было сначала взять передвижение. Плюс один. Так. Это до башни дойдет. Дом не надо взять. Вон. Чуть попозже. Так. А мы их не прокачали, да? Эти камни не хватает. Так. Для древесины в принципе можно улучшить. Не знаю. Мы переждем один ход. Достойно. Это да. А почему каменный круг у нас? Нам это? Нет. Мы это вроде брали. Просто временный. так. Ладно. Пойдем сюда. С этим сразимся. Отряд получим. Получше. Так. Нанимаем. И 800. Хватит на улучшение, что хватило. Остаток этих. Такое улучшение не хватает. Ну ладно. Им в принципе не так важно. Так. Наверное все успеет собрать. Остаток. Защиту можно поменять. Так. Этому передвижение можно дать. Так. Передаем ему лучников. Так. Светопыт уже здесь мы не поменяем. Так. Просто правой кнопкой нет. Прикинуть так не получится. Сейчас контр. Пускай так будет. Так. Ну теперь наверное легко. Ты должен справиться. Человеческий мусор. Бегите прочь или же умрите. Нам все едино. Почему ваш народ напал на нас? Вы не оставили нам нового выбора. Ваши поступки говорят сами за счет. За себя. Не испытываемого терпения Фейри. Возвращайся в тихую чащу. Или твоя кровь обогрит траву. Никогда. Не сделаем все возможное, чтобы остановить ваш народ. Ваш мор прекратится здесь. Так. Его не ставим. Здесь у нас возвышенность есть. Пускай здесь стоять. Вот эти вот стреляются. Возвышенность. Светит оттуда. Вот. Так, этим надо пока будем отходить. Так, нужно побить кого-нибудь. Так, этих надо. Короче, всех побили. Так, что он здесь появится к инициативе. Вот опять будут подходить. Так, наверное, защита. Вот это всем защиту. Так, ни одного не унес. Я одного, по-моему, убрал лучника. У нас следопыта. Так, уровень, хитрость. Можно, в принципе, взять. Либо, либо. Так, ближние атаки. Ладно, возьмем лидерство. Дальше будем качать лидерство. Я не против. Так, что у нас за лук такой? Этот лук стоил жизни серка лет легкорогой. Не дай ее жертве пропасть в туне. Обе руки. 25 к дальности атаки. Плюс 2 к радиусу зрения. Так, ну радиус зрения не так уж и обязательно. 25 к атаке, конечно, уже хорошо. Берем. Так, это все тот соберется. Возвращаемся. Так, все, тут больше ничего нету. Так, передвижение. Так, найдем сюда. Так, этих перетаскиваем. Так, у нас появились черви. Взрослые черви. Потрошители. Поменяется за каждый шаг плюс 10 к ближней атаки. Так, понятно, тебя надо подальше держать. Ну, наверное, да. Так, можно. Можно, нет. В принципе, не надо. Так, теперь надо к защите будет что-то сделать. Может туда пойти. Так. Так. На защите атакам. Так, либо минус 25 к урону. Испану уже большой урон то не нанесет. Такая будет так. 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 Тени доберусь для нас. А можно, в принципе, было же не пропускать. Разбой, что можно подойти и еще и выстрелить. Так. Так. Тени такие уж простые. 9-13. 6-9. Так. Наверное, вот это надо. Либо урон порезать. Сейчас посмотрим, кому урон надо порезать будет. Ведь как-то вообще мало урон наносится. Вот так. 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 Ладно мы настрелим. Геннад порежем урон. Геннад от Парижа урон. Испану в bien. Студим. Так. Нефтики непростые. Крамсайд неплохо. Настрели у нас пострадали в основном. Опыта дали много. Опыта дали много. А я понял, теперь у нас получается там пишется опыт, то есть он не прибавляется. У нас там было написано 16000, плюс там, грубо говоря, полторы тысячи. А потом такое вот здесь уже у нас все это с подсчетом. Поэтому у нас там вроде как уровень мы не получили. По факту получаем обычно. Так, куда тебе идти? Этим взяли. Возвращаться на показ мысленно нет. Четыре. Пишка мало. Так, перчатки. Такие же. Статуя заговаривает низким гудячим голосом. Я обменяю великую тайну на янтарь. Янтарь у нас есть. Посмотрим. Пишка мало. Здесь катаки. Неплохо. Неплохо. Очень неплохо. Так. Так. Туда пойдем дальше. Так. Этим берем здесь. Берем отряд какой-нибудь. Древние кости. Восемь к защите. Так. Здесь у нас тоже восемь к защите. Оставляем там. Сборища фейри. Насплажнуть просто. Здесь в принципе тоже наверное будет просто. Можно в принципе быстрый быстрым боем. Так. Нет. Сейчас надо их по одному сделать. Теперь быстрым боем. Так. Нормально. Так. Нормально. Так. Этих могут передать. Вон с места. В одних вообще нет. У нас получается всех убили что-то. Так. Так. Каменелое дерево. Вы подходите к каменелому дереву и слышите голос в себе в голове. Оставить подношение получу великое знание. Один уровень. Так. Хорошо. Дерево это хорошо. Так. Сборщик налогов не надо. инициатива хорошо было бы лидерство пускай будет инициатива наверное а пускай будет лидерство на максимум максимум 8 это максимум так легко так ничего страшного ближники ломаются то они и ближники сначала с этими они бегут враги быстро понимают что эта битва станет для них последней они благоразумно бросаются бежать спасает свою жизнь здесь 75 комнат так хорошо до куда под артефакт так есть у нас какая-то она проскнулись нам сможем пройти перейдите ворота поплевидный щит изначально этот щит предназначался для всадников но пехота также находит его весьма удобно простолюдин всегда обречен повторять за дворянином пусть и в силу своих скромных возможностей но смысл отдавать то нету отходим сюда так враново гнездо стражевая башня как-то не атакуются деревушка под названием враново гнездо располагается ровно на границе барон стаутхарт и лот магистр магистр сисилия стаутхарт как отрадно вас видеть в эти темные времена ночь темна мы не длится вечно доложи обстановку несколько дней назад из тихо чаще раздались ужасные крики и звон оружия а затем мы видели яркую вспышку и слышали громкий рокот мы похватали оружие и начали насти дозор и что было дальше из леса вышли фейри а потом чудовища которых и описать то тяжко огромная кучка стей что ли и держатся вместе что самое дивное мы за стенами попрятались и сидели тихо даже гонца в дубравичи слать побоялись мы сейчас идем в дубравичи и пришлем оттуда подмогу а вам бояться нечего вы под нашей защитой стаутхарт выстоит стражевая башня маленькое поселение находится под надежной защитой стражевая башня чтобы разрушить добра сграбить это место вам нужно напасть на главное здание и главное здание дольмен мы еще не взяли рудник возвращаться сюда а вот маленькое поселением весь уровень опасность на драться нибудь все захватились по идее теперь это наша так это другой соберется таверна хорошо ферма сейчас захватить цены на таки защита так она на этого нападать источник силы на наставим я не знаю просто шмотка булава 7 к таки пусть будет так вот эти статуи напомним дают опыт по моему не будем их использовать так идем следом за этим проклятый тварь убирайтесь прочь или я уничтожу вас всех связаны клятвы и служим госпожи госпожи громорогу живо рассказывать чего она хочет а затем я верну тебя к твоей вечной дремоте связана клятвы и надлится лично смоем тоже через быстро сейчас страшно легче было камень забрать как болеть это с прудом я не особо понимает что получается постоянно нужно использовать где-то уже брали здесь пруд это будет то был этот пруд посещен а то есть разными можно с этим уже посещено а здесь общего поддают также что я не с этим сравниваю другой с вас был а возможно пруд так ладно а это сила передвижения надо купить можно его расширить походу расширить его нельзя можно пара не сдаются так весь мы можем сделать вместо сбора будет очень хорошо так наверх мы не попадем и идем сюда так место сбора так количество можно поставить рынок рынок конечно хорошо но золото но это не так надо то можем продавать что-нибудь азарова не нужна зима крестьянская хибара нужно рыцарь сможем нанимать крестьянскую хибару здесь мы не поставим там не будет учитываться так ладно сказать то что она будет казарма сказать следопыт делаются так корешники места у нас нет а лучше мы здесь не можем в казарме по-моему так а тех 6 400 а мы возьмем а кстати у нас получается на место еще будет из нас ручка по оси колонись у нас все закрыты смогут все 9 отряд хорошо так 3 защите 3к атаки бегут нам пойди туда надо сначала здесь посмотрим что у вас уже здесь есть нужно побыстрее на одним вообще играть пускай здесь стоит просто ждет кто-нибудь что-то что-то хочется учиться иначе хотели золото берем все бегут хорошо так передвижение это кстати надо было бы лидерство потом нужно прокачать передвижение возьмем быстрее будем бегать так так это еще не максимальный у нас так много бандитов бой так лучники лучники но в принципе пускай будет быстрей бой так лучники у нас не погибли это хорошо здрасте так самоубийство пиродин оперативно наш кроме выбрали так мир код шквал клятва держит клятва держится 51 отряд духов банда легионеров нападать или нет может быть скамы конечно наберем так ладно подаем сюда если он нас напоет будет плохо итак ценящий сосуд этот с прахом в знак вечного мира и дружбы между лесным народом и людским был предподнесен королю эрит амелину и королеве этиль эрнолин атака защита предвижения так наверное возвращаться пока не будем сходим сюда наверно пока что обычный топор так смотрим как нас будет убивать как нас будет убивать так нас по-любому бьют поэтому можно делать быстрый бой а ведь назад смысла их нет но мы посмотрим просто как-то так происходит награда по идее мы должны быть за стеной ну не совсем таки за стеной не убьем ну хотя бы не пройдет куличником прошел так спокойно ты спокойно можешь проходить игнорирует зону контроля так хорошо он сейчас захватит наше поселение нам придется идти его уничтожать уничтожил армию армию он еще на нас напал быстро будет все понятно а трофеи так пошел все захватывать так ладно так надо вернуться так быстро мы можем здесь вернуться наверно он пойдет вниз а она смотрим как она все сносит так если мы что-нибудь сможем нанять кого-нибудь 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 сможем так ну здесь мы уже в принципе должны справиться на этих назад все равно быстрые как-то так так что еще у них есть значит это у нас пропускается зону контроля просто нежить так это чуть-чуть к дальним атакам так это который с щитом у нас так это кстати до нас добирается передвижение 7 так что можно здесь нам сделать сативе передвижению урон она ничего не надо как так этих ждем надо их под верным выстрелом до встань так вот здесь можно здесь принципе передвижения насколько 20 м2 сможем сделать и то и то допустим первым возьмем передвижению а может вторую сразу взять лично можем еще предвижение сделать смотрим суммируется ли нет да суммируется у нас передвижение 5 столов так на самом деле не очень хорошо многих побьют лучше может быть их расстрелять сначала пропустить ход мы уже не можем здесь встать все равно убьют как-то сюда ставить не получится вам сделать так мы встанем не будем просто блок этим то же самое делаем охраняем лучников перезарядка не в тему и это сделай думаете пропустить ход попустили тем плохо от лана ты цена этот этого все равно убьет у нас подойдет куда-нибудь это ломбить и а и а и все и Так, и этого добиваем, этого защита от струков. Так, делаем минус 25 к урону, там поедим или еще раз, наверное, сделать, может, не стану 50% на 100%, так, на защите к атаке, 4,6. Это хорошо, это на лучника, как помните, а это на все делается? Прямо на всех. Так, что мы сделали там, все союзные отряды включать минус 20 в защите, плюс 25 к ближней атаке. Так, ну, ладно, я на вотку на улучшим покинуть. Ну, на целом, неплохо, наверное. Естественно, можно было лучше. Так, потеря трофея мы забрали. Так, опа, 2,500. Вроде не возьмем. Осмотр доспехов мертвого магистра не принес решительно никаких результатов. Злые чары, вернувшие его из могилы, крылись не в них. Они же терпят поражение. Это все, что нам разнесли. Где надо сейчас теперь возвращаться? Завоевывать. Надо заново все отстраивать. Так, ладно, пойдем. А вот сюда можно пойти. Эти скелеты отличались от прочих. Они несли изорванные знамена древнего легиона Аврели и сражались так, будто в их сгнивших черепах осталось подобие понимания военной тактики. Связано клятвой. Зачем мы вернулись в Аврели... в Авр... Арлеон, славные легионеры? Связано клятвой. Разве вы не должны были защищать эти земли? Мы вернулись к ней. Война длится вечной. Так, ладно, здесь быстро боем. Болотное копье... Отащи логово болотного краба и возвращайся с его клешней на своем копье. Так ты станешь взрослым, станешь воином. А если не вернешься, то такая у тебя судьба. Чурак, кетар, шаман клана Синие Лозы. Болота. Так, мы сходим наверх. Так, можем этого монитора обратно воскресить. А там через 6 ходов его можно бесплатно воскрешать. Вот, видимо, бесплатно получается. Пускай там стоит. Так, липсопилка построилась. Вот так, здесь у нас каменоломня стояла. В принципе, да, пускай это каменоломня. Так, в таверне почему-то ничего у нас... А, перед жене у нас. В таверне получается сообщение не к поселению. Селеник-то не относится. Так, ферму забрали. В таверне. Так, все, то наше, все. Так, опыт, соответственно. Порядок. Плюс два к порядку. Девятью отрядами. Стрельба из лука, наверное, лучше взять. Лидерство, конечно, хорошо. Стрельба из лука нам пригодится больше. Если бы или в следующую кампанию мы перейдем в следующий сценарий. Пусть опять отряда будет мало. Пускай они сильнее бьют. Очень легко. Эти шахты охраняют летающие полупрозрачные существа в рваных одеждах. С неожиданной прытью они устремляются на войска Стаутхартов. Ты не она. Дай угадаю. Связаны клятвы, и что ж, вы присягнули не тому магистру. Так, быстрый бой, наверное, банда духов. Быстрый бой. Духи неизбежно упадет тот, кто бросил вас в вечные Аврелии. Нежить игнорирует зону контроля. Ладно, эти, которые летающие были. Так, здесь мы можем поселение большое забрать. Войска Стаутхартов приближаются к Витрине, где их встречают баррикады и вооруженное ополчение. Местные крестьяна явно готовились к битве. Старый седой стражник приветствует солдат с салютом. Его раны все еще кровоточит, но он чеканит и шаг, и слова. Наконец-то магистр. Еще одно атаку мы могли бы и не пережить. Такой толпой фейери даже мой дед не видывал. А он видывал всякое. Еще в шахтах какие-то призраки, или еще чего появилось. Мы оттуда ушли от греха подальше, и вот сидим в Витрине, дотрясемся. Мы спешили, как могли, добрый солдат. Благодарю тебя за твою службу. Сперва мы освободим шахты, а затем отыщем громорога. И вернем мир в эти земли. Задачка-то нелегкая, вашество. Вон из чертополушья гонец пришел, с запада стало быть. Говорит, мол, крысы там пришли, скелеты, твари всякие, которым даже названия нет. Десяток парней добровольцами. Пошел. Так он, так от них до сих пор ни слуху, ни духу. Значит, закрепимся сначала в Витрине, и в чернополушья тоже заглянем. Если там такие же добрые солдаты, то оборону удержат. Сталт Харт выстоит. Захватить. Так, что там, кто-то у нас. Кто-то у нас где-то здесь. Гнау в Уштфейре. Достойно. Много рогачей. Убляет, то есть у нас армия вообще ни о чем получается. Так, что мы можем? Страшевая, стражевая. Не знаю, пусть будет. Христианская хибара. Рыцарь, конечно, можно было бы взять. Христианская хибара у нас есть. Так, что пускай здесь будет, наверное, рыцарей. Так, а здесь нужна нам, наверное, Академия, Барсенал. Смотрим. Так, тогда у нас идет наверх. Сюда все забирается. Так, там у нас ополченцы. С этими надо тоже сражаться со всеми. Опыт-то все-таки нужен. Так, эти хорошо было бы выучить, но они все равно у них есть. У них есть перезарядка, это полоха. Ладно, мы чисто ради замка. С народу тратить не будем. Так, интересно, куда это пойдет? В принципе, сюда сейчас пойдет. Это нам не поможет. Да, пошел нападать. Она. Так, у тебя кто там? Стражи-королевы. Рогачи. Так, мы быстро будем. У нас сейчас победят. Поражение. Гармарок сжигает ваш... А, это гармарок. Так, я потерял его. Так, это пускай строится. Ладно, это мы сейчас все заберем обратно. Это мы все заберем. Так, ну тебе легче брать марш. Так, подпадать не стал на нос. Прещата для дикой охоты. Неплохо. Надо передать. Так, это передвижение. Пройдет все время. Ладно, пока тебе оставим. Так, ну, скай будет топ тоже. Так и быть. Так, все легче. Идем к этому. Неизвестно. Да все известно. Большой отряд Фейрилев Возглавляет огромный рогач. Вы зашли слишком глубоко в наши земли, люди. Сегодня природа отомстит вам за ваши прегрешения. Ты зашел слишком далеко. Я не позволю Фейре поднимать руку на своих подданных. Возвращайся в чащу или познакомьтесь с моим клинком. Так много слов и так мало смысла. Я уже не смогу заставить рогачей отступить. Даже если захочу. Ибо ярость их неизбывна. Избывна. Так, все нормально. Так, он тут не успеет походить. В принципе, успеет. Да ладно. До этого не дотягиваться. Значит, этим можно пропустить. Этим можно сюда, наверное, встать. Этот первый уничтожит. Да-да, этот не сможет пройти. А этот встанет сюда. Этого убьет. А этот не сможет пройти по прямой. А он сюда встанет. Вот этот мог просто отойти. Вот так и сделает. То, что отойдет. Туда хоть 30 долларов. Так, в защите к атаке. вот это надо будет делать так-то они не простые в 40 здоровья этих подъем возвышенность плюс 20 здесь возвышенности нет в общем то такой же и по этим чутку с вами 5-6 слабый слишком но это урон 46 так тогда нам надо 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 уйти наверно он пойти 5-6 к этих надо убить так насчет от засады ни разу не делал забывая про это что вообще-то есть но это на рыцарь убьется так один раунд я снимаем ему броню это атаку так по идее можем еще снять минус 50 хорошо отлично а я этого хотела дарить не того ударил вот и убить ну да ладно уже поздно Субтитры делал DimaTorzok Побежденный Гнау бессмысленно бродит по полю битвы, бессильно раздувая ноздри каждый раз, когда видит мертвого рогача. Я недооценил тебя, человек, в тебе есть могущество и в тебе есть честь. Разве может быть честь в том, что случилось в этих землях? Я сохраню тебе жизнь, если ты передашь мое послание своему народу и согласишься сложить оружие. Я вижу мудрость в твоих словах. Пусть сущность созидания освещает твой путь. Такой все захватил у нас. Так, академия, либо-либо-либо. Будет лучше. Лучше на урон прокачать будет. Дальние атаки. Доставим арсенал. Так, здесь мы ничего не ставим. Судьба поселения в ваших руках. Сжечь. Каждый раунд вы сжигаете два здания, получая за это ресурсы. Город станет вашим, когда здание больше не останется. Переманить жителей два раунда. Вы разместите в городе магистры и начнете переманивать жителей на свою сторону. Город станет вашим, когда этот процесс завершится. И горят. Это, наверное, плохо, что все здания разрушились. Измените посады. Вы предаете этот город мечу, каждый раунд уничтожая здание в нем. Довести магистры из города. Так, у нас переманить. И внутри сидеть. Так, все захвачено, все разбито. Так, то есть лучше, наверное, все-таки захватывать по-другому, не сжигать ничего. Так, все, он не успел ничего захватить. Так, что там? И что показали? Надеюсь, что показывали. Потому что он к нам переменился, все. Нашей было. Так, ну, казарма. Связопилка потом. Так, арсенал построен. Наверное, это золотом смысл. Отпускают дальние атаки, так небесная оруда. Можно прокачать. Наверное, да не атаки. Очень мало у нас золота. Опять ты идешь. Только мы уйдем, они сразу приходят. Жандра граммарук. Порок лесных дуфов. В общем, опять захватит все. Не, ну возвращаться это опять туда-сюда мотаться. Ничего прикольного. Надо кого-то сюда на защите держать. Тарисман хаоса. Плюс два хаоса. Так, надо бежать обратно. Конечно же, мы не успеем. Что мы можем? Что не сможем взять? Даже защитить-то не сможем. Так, вот этих можно прокачать. Каменоломни нету. Это небесные руды. А вот у нас гарнизон есть. Чуть-чуть. Так, ладно, набрать. Три-двести. Вряд ли, конечно. Сорок лесных охотники-стражи. Очень вряд ли. Ну, что поделать. А он, Дубровича. Надо бы захватить. Да, мы не захватим лучше Дубровича. Было бы хорошо, если бы мы смогли бы отбиться. Это прям вряд ли. Посмотрим. Так, ну, это не дойдет. Этот будет стреляться. Серьезно. Так, здесь чат не показан. Здесь у нас слева вниз показывается. Лог боя. Ну, короче, все понятно. Ну, все понятно. Исход есть. Там, видимо, хаосом, по-моему, у нас долбанул. Получается, это немножко даже пожуще, чем тот. Так, теперь громорог. Так, ну, мы, наверное, тут поселение заберем. В окраинной древушке Дубровича стоит знакомый магистр. Родрик Лот. Человек, слово и человек чести. От раны видит тебя, Родрик. Твои солдаты сражались достойно, я вижу. Подать при... Подать при тебе, или же барон Олдо молит об отстрочке. Подать. Наши земли переживают тяжелые времена, и мы не сможем выплатить подать. В качестве компенсации барон Олдо Лот предлагает вам поселение Дубровича и все с него доходы за следующий год. Невеликий будет доход, если фейри не прекратят своего буйства. Передай барону, что я требую у дома Лот урегулировать ситуацию собственными силами. У меня хватает и собственных бед. Никогда дом Лот не оставлял в беде своих друзей и союзников. Барон Олдо осведомлен об угрозе и уже направляется сюда с большой армией, чтобы защитить мир и процветание всего Орлеона. Мир и процветание за кои помним мы дни императрицы Аврелия. Я разделяю такую цель, но сначала нам нужно угомонить фейри. Вы поможете мне? Я должен спешить. Без меня барон не сможет найти путь в лесной чащобе. И все же я сочту честью сражаться с вами плечом к в грядущих битвах. До встречи с Иссилия Сталтхарт. Доброго тебе пути, Родрик. Да не иссякнет твоя сущность. Поговорите с Родриком Лотом. Говорили. Так, переманить жителей. Так, ну тебе нет смысла бежать. Можешь, конечно, сюда прибежать. Так, как на тебе туда посадить-то? А вот оборона. Такая сидит. Все, конечно, уничтожит. Скоро совсем. Так, мы здесь опять строим туда казарму 2000. Не хватается. Все, не хватается. Да, этой армии нам особо-то не хватит. Ладно, побежим. Побежим защищаться. От единственного рога-аристократки Фейри летят искры. Ее могущество неописуемо. Магистр Гермарок. Останови это безумие. Отчего ты предаешь древний союз между двумя нашими народами? Ты открываешь рот, но вместо слов из него льется та же скверна, что заполонило наши леса. Довольно с нас людей. Довольно ваши лжи. Мы не позволим вам вернуть былые дни. Ах, если бы только ты прислушалась к голосу разума. Вместе мы смогли бы найти и вырвать корень этой ужасной чумы. Сложи оружие, или же мне придется защищать земли с таутхартов с мечом в руке. Я буря, что очистит мир от человечества. Время слов давно прошло, и настало время битвы. Так, рядом их ставить нельзя, потому что там молния. В любом случае нас побьют. Конечно, прям-таки даже не отряд. Но он быстрый бой. И все понятно тоже. Трофеи хорошие теряли. Так, поселение тоже не улучшить. Просто не хватает. Ну, как бы такое себе. Попробуем. От молнии нам не защититься, а там урон по 200. Одной молнии всех нам снесет. Не понимаю, почему по 200. Так, это молнии не было. По-моему, не просто хаосом. А вот с моим он и носит 35 миньс урона. Ну, в чем-то 300. Ну, да, ладно. Ну, да, ладно. Ждем, допускаем их к себе. Сейчас мы омнишься по всем луженькам. В чем по 200. Понимай. Как так? Написано 35. Это, видимо, мы 35 миньс урона. Что-то прокачано. Ну, ладно. Мы вообще, походу, проиграем. Ну, как бы, да. Мы проиграли, видимо, не надо было ничего защищать. Нам было по-быстрому куда-то убежать. Ну, армия намного мощнее. Так, ну и все, якобы, конец. Как бы, поражение. В тот день никто этого не понял, но поражение Сесилия ознаменовало собой закат всего Орлеона. Единственный заступник этих земель был сломлен, и тьма опустилась на них. Так, ладно, загружаем последний автосейв. Тогда, видимо, нападать не будем. Попробуем как-то прокачаться. Хотя там сейчас он все снесет. По всем фронтам. Победите, в любом случае, понадобится. Так, поговорите с Родриком Лотом. А мы еще не дошли. Так, этого туда посылает-то смысла нет. Здесь есть смысл. Или нет смысла? Так, сюда мы не успеем. Сюда-то прийти успеем? Убежать сюда не успеем. Но обороны нанимать смысла нет. Есть смысл ее нанять сюда. Так, капельная шахта. Это вроде бы как оно. Так, денег не хватает. Так, ладно. Этим мы идем сюда. Диалог мы уже видели. Захватываем. Так, этим пока ждем. Вот, странно. А, ну, он только-только подходит. Так, в принципе, нам все равно сюда идти нет смысла. Так, хорошо. Пробуем дальше выкупать. Так, как у нас точно называется? Пепельная шахта. У нас пепельная шахта. Мы все выкупаем. Стараемся. Не сможет здесь остаться. Так, здесь у нас построилось. Теперь нам надо быстро. А у нас денег не хватает, чтобы все обустроить. А, ладно, этим можно уходить уже. Ну, в любом случае надо будет повышать. Золото нет. Место сбора здесь уже не надо будет. Так, ну, место у нас еще есть. А, здесь у нас все. Наверху ничего нет. Так, ладно. Нам остается только куда наверх? Сюда сходить. Он с роман к нам пойдет. Здесь чем бы нам защищаться-то бы. Но ополченцем мы не сможем защититься. Каждая башня гломешника за раунд. Это нам не совсем годится. Нам нужно по-любому улучшить, по-любому построить. Построить казарму. Но ее построить пока не сможем. Так, возможно... Можно построить рынок, продать все дерево. Так как-то поступить. Так, но все равно, в будущем нам понадобится замок построить. Нет, не замок, а казарму. Так, лесопилка в любом случае потребуется. Так, тогда здесь мы сейчас, наверное, будем строить дорожевые. В принципе, две. Рынок не успеем уже построить, наверное. Ладно, что-то будем решать. Во втором году до Аврелианской эры барон Гай Лот переклонил колено перед Аврелией и признал себя ее верным бассалом. Неверность дома Лот Аврелия с тех пор не знала пределов. Пусть наш союз будет вечен и незабы... и незабы... Так, все на один ход. Так, а он, походу, там просто засел. Да, может быть, где-то там бродит. Будет хорошо, если он там просто засядет, будет сидеть. Тогда армию уберем и просто захватим все это. Так, запилка построилась. Казарма. Так, на одну битву. Надо перед ним, прямо перед битвой с ним набрать много-много всего временного. Пусть ко всему подходить. К чему возможно. Так, вот здесь у нас еще много всего. Так, огромные костяные твари. У них мы что-то не видели. Там сжигает ваш город. Молодец. Какое-то нечестивое колдовство соединило тела огромных чудовищ. Костяные твари встретили войска с Таутхартов. Шипение... Шипением и незамедлительно атаковали. Дринем в каркас. В таком момент, также просто по-быстрому. Проблем не будет. Потери есть. А, здоровье 60. Передвижение 4. Нежить. Настойчивость. Плюс 9999 контратаки. Плохо. Так, 15 уровень. Ну, лидерство нам здесь явно не поможет. Харизма. Магистр получает вероятность, что враг не захочет сражаться. Плюс 5%. Конечно, хорошо, но не сейчас. Так, инициатива. Вот это, наверное, нам понадобится. Это мы возьмем. Так, золото. Теперь нам везде нужно золото. Так, а можно еще улучшить до большого поселения. Это было бы хорошо. Так, казарма. Так, делаем. Пополнение. Так, хорошо. Здесь у нас все нормально. Дрожевые у нас не нападают. Нам стражевые не нужны. Доход плюс 1000 золота. Так, берем. Здесь, в принципе, можно и средний. То есть большой, наверное, можно не ставить. Еще одно среднее. И замок желательно построить. Крестьянская хибара. Так, хорошо. Крестьянская хибара пускай строится. Мертвецы недвижимо стоят, сомкнув ряды. Остатки Древнего Легиона в реле вернулись на службу, чтобы вновь дойти маршем до конца мира. Связаны Кэтфэй. Эти легионеры не похожи на остальных. Дайте нам пройти, мы не ищем битвы. Нет, она пробудилась и все прикладят колено. Перед Фэйрой и Нижитью нет, такие хозяева нам не нужны. Тогда умрите. Шквал легионеров. Так, надеюсь, их слишком много. Я не знаю, что может быть самого попытаться. Так, попробуем сами. Так, у этих всех защита устойчивость к дальним атакам. Так, если мы это отменяем, то быстрой панели нет. Мы можем сами туда выставлять. Так, мы же сами не сможем выставлять. Пускай пока так будет, наверное. Пока мы ничего не делаем. Так, плохо. Так, попробуем настройках поставить. Здесь, наверное, продвинутая поставим, потому что быстро, это значит, как раз я сейчас лучником случайно пропустил из-за этого ход. То есть, по идее, мы должны дойти. А, мы даже можем попасть еще. Так, ну ладно, все равно пропускаем, наверное. Там, в принципе, можно стрелять. Пока ждать-то нету. Так, теперь, что мы делаем? Можно, конечно же, и бить, в принципе. Это единство. Так, минус к защите. Вряд ли мы справимся со всеми. Пускай наоборот, наверное, плюс 10 к защите. Так, у меня радиуса. Здесь, конечно же, все плохо. Так, первое, это у нас будет ходить. В принципе, ладно, пускай ходится. Там можно снять первый урон. Хорошо бить того, кто был с защитой. Так, наступление Х2. Выбранный союзный отряд, плюс один количество атак. Так, это будет хорошо. Наверное, лучником каком-то. Так, этого добиваем. Просто к урону есть что-нибудь? Так, у вас минус урона выбранного отряда. Мы просто сейчас проверим. Мы так у вас им нанесли. И, соответственно, мы бы нанесли циклой молнии 35. И, да, почему-то нанес больше. Какой-то множитель тут, видимо, есть. Может быть, от наука зависит от того. Мы бьем этого. Так вот, у нас праги перезаряжается, но мы сюда если подойдем, но все равно. Вот перешел. Значит, разрешение хода не влияет на это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, всего порядка, хаоса. Артефакт надо забрать. Так, все-таки ходит там. Секира. Так, плюс один с к атаке. А у нас к дальней атаке идет. Сим обозначена граница тихо-чаще, что дарована была императрицей нашей Аврелии, полюбившемуся ей лесному народцу. Каждый барон подписал договор и поклялся, что будет уважать границу сию и способствовать вечному миру между нашими народами. Так, на одну битву. Место силы. Между пятью статуями расположился небольшой холм, будто бы созданный самой природой для того, чтобы на него что-то положили. Но какое сокровище могло храниться здесь, в самом сердце, тихо-чаще? Так, порядок, плюс один, длительница одна битва. К нам пойдет скоро. И все у нас на одну битву. Так, что мы не можем пустить? Холм с созидания. Странно. Обходить смысла нет. И чем-то созидание нельзя взять. Слишком близко подошел. В идее должно было сработать. Так, ну ладно. Нету и нету. Так, миряда чумных крыс 100+. Шквал крыс 51. Легко. Так, ну легко-то легко. Но все же мы, наверное, сами попробуем. Так, лучники, наверное, все-таки одну. Наверх поставим. С возвышенности хорошо будет стрелять. Так, ну этих тогда сюда тоже. На здоровье 6. Так, что мы можем с самого начала сделать инициативу. Пока просто ждем, наверное. И применяется при получении урона. Садим к передвижению. Так, если мы его ударим, то он подойдет к нашим лучникам. И теперь, в принципе, нигде будет. Так, это у нас просто крыса, а это у нас чумные крысы. Чумные мощнее. Так, ну, наверное, этих бьем. А надо было опять сделать засаду. Так, хотя это у нас первый раунд все. Не могли сделать засаду. Так, ладно. Бьем этих. Бьем этих. Так, теперь, наверное, снимем ответку. Так, вот почему-то передвижение. Плюс один. У них у всех. От этого, что ли, это распоряжение не дается. Так, союзные отряды в радиусе одной чеки получают два спецзащита. Но пока, наверное, не понадобится. Так, снимаем здесь ответку. Так, это оставим сюда, хотя, в принципе, необязательно. А это у нас, по-моему, дойдет. Хорошо, что того ударил. Так, мы будем только отходить. Так, мы будем только отходить. Так, дальше идем. Какое-то сначала собрать. Какое-то боевое молот. Одинск атаки. Правая рука. Пока с тем походим. Так, что мы здесь можем это на максимум. Исследования пока тратиться не будем, хотя в дальней атаке можно было бы к радиусу тем более лучше. Десять небесный. Так, мы возьмем, наверное, вот это. После увеличения плюс один к хаосу. Это уже необязательно, как бы, не к спеху. Возьмем в дальней атаке. Еще в дальней атаке. Так, здесь, наверное, все-таки рынок поставим. Может, конечно, замок. Нужнее, наверное, был бы замок. Но рынок тоже надо бы. Так, крестьянская хибара есть ли? Цеплока есть. Это если на нас пойдут, то, в принципе, надо будет ставить. Один изон, плюс два мечники. И ополченцы. Защитник порядка. Защитник порядка, но вот здесь. Ладно, поставим одну стражевую башню. Пусть стоит. Так, то есть, теперь у нас получается ополченцы плюс три. Щитник порядка, плюс два. Мечники плюс два, маленькое поселение. Так, у нас казарма, кстати, можно будет прокачать. Все равно сюда не идет. Здесь тогда надо поставить тоже ополченцы. Пускай будут лучники. Так, а здесь там тогда надо, наверное, место башни. Здесь мы поставим замок. Здесь тогда мы поставим сбор. Так, скоро уровень. Чертоположье полностью разорено. Солдаты Стаутхартов мрачно обозревают окрестности. Выживших нет, и все вокруг усеяно трупами людей, фейри и оживших мертвецов. Запомните этот день, солдаты Стаутхартов. Запомните, чероположье. Вот ради чего мы сражаемся. Души наших братьев и сестер жаждут отмщения. Стаутхарт выставить. Стаутхарт. Так, мертвые солдаты. Туда опасно идти. Так, рогачие легко. Так, небесная нам понадобится, урода. Так, плюс три. Так, мы можем строить. Здесь нам тогда место сбора настроим. Пусть прибудется. Так, здесь тогда замок. Так, много рогачей. Ну, здесь, наверное, я думаю, можно пропускать. По-быстрому. Небольшие потери. Стикает с 16 уровня. Так, это у нас теперь особый навык. Крепость можно улучшить. Плюс четырех здоровья. Либо предвидение. Ваши строки получают один к радиусу. Так, наверное, вот это будет лучше. Сесилие, Стаутхарт. Максимальная кресть опыта на этой карте. Так, ну, предвидение, наверное, пускай к радиусу. Это хорошо. А здесь получаются строки к радиусу. Плюс у нас от исследования. Еще один к радиусу. То есть, в принципе, мы стрелять будем хорошо. Мы уже стреляем. Так, где у нас у них лучники? Радиус 10. Верно, выстрел 6. Да, то есть, в принципе, мы уже хорошо стреляем. Осталось только теперь много-много лучников найти. Так, опыта нам больше не надо. С максимальной. Так, это строится еще. Так, алья у нас ходит. Их не меньше. Трожевая башня. Так, сведопыты. Сведопыты мы возьмем. Так, вот, единственное, я думаю, нападать сюда не стоит. Этих мы мертвецов трогать не будем. Так, он у нас ушел. Перчатки. Так, а у нас какие? Логичные, посмотрите, у нас. Ладно, возьмем у нас вроде бы обычные. Да, у нас обычные поношенные. Так, казарму мы поставили, замок. Где-то лучше, а каменоломы требуются. Так, в таком случае мы делаем так. Оборона. Набрать. Так, не совсем то. Забираем с маленького поселения всех. Так, теперь сюда, кто в оборонных, надо скинуть всех. Допустим. Так, все, все, закупили. Мало ли там снесут. Так, и теперь магистры сюда надо. Так, а улучшить их, улучшать. Так, здесь там не улучшить. Надо по-любому водить его. Так, все, денег не хватается. Так, ладно, сейчас мы все равно еще будем бегать. Так, ну тот сюда не пройдет. В принципе, этих можно убрать. Быстрым боем. Так, сюда дойдем. Можно, в принципе, никуда нам не надо. Так, у нас все сбросилось, да? Все временные. Да, это плохо. Так, ладно, идем сюда. Что-нибудь решим. Что-нибудь решим. Основную битву. Много-много-много всего мы берем. Так, место сбора, в принципе, можно, конечно, набрать отсюда. Там мы будем проходить мимо. В принципе, все равно нам это больше здесь не нужно. Но нам здесь понадобится что-то там для улучшения. На луне. Ну, золото теперь понадобится. Так, в арсенале. В принципе, мы можем же, пусть построить, что нам нужно, потом его снести и поставить, допустим, рынок. К примеру. Так, большой турнир. Рыцарь дала непорядка. Мечники к защите. У нас только небесно не будет. К защите. И соединение к здоровью отряда. Так, это не потом. Так, это выходит. Обменивается. Всех отдает. Перчатки. Перчатки можно оставить. Так, улучшить отряды. Улучшили. Так, а сих тоже надо улучшить. Все-таки немножко, да, будет получше. Урон 2-3. Здоровья побольше. Так будет лучше. Так, ну, только нам теперь их не купить. Так, пока, наверное, пропускаем. Еще раз пропускаем. Еще раз. Так, все, он пошел к нам. Так, оборону. Вот этих нам забрать. Что надо сделать? Парнезон баллисты. Так, это не надо. Так, нам нужно больше туда лучников перекинуть. Саперы, саперы, саперы. Так, а эти почему нет? А эти ополченцы. Так, тогда надо их улучшить. Наверное, ему передать. Пускай их много. Все. Так, идти. Так, не хватает. Так, мы должны, должны исправиться. Так, сохраним. Да, мы, конечно, не успеем дойти. Так, либо тогда мы сюда сберем. Хотя нам это большого толку-то не даст. Ладно, я думаю, мы справимся. Мы с армией уже большая теперь. А теперь вот мы все обратно вернули. Здесь уже все, наверное, никого нету нас мучу. Хотя нет, есть. Чего-то есть. Как лесопилки? Лесопилки нету. Здесь, получается, мы можем оборонительные войска сделать. Плюс еще гарнизон. Если башня построена, башня не страна, так это уходит. Здесь, по-моему, второй раз сюда пошел. Могли бы здесь нанять много-много всех. Так, министру надо выйти. Кругому не купить. Так, главное, я думаю, достаточно будет. Много лучников, урон хороший. Атака для дальней боюсь 159. Что за жесть такая? Откуда столько? Это два дальней атаки. Да, очень-очень много. А, ну, здесь 25. Так, ну, все, мы должны справиться в любом случае. Может, даже ничего не захватывать. От единого рога аристократки Ферри летят искры. Ее могущество неописуемо. Так, ну, это, в принципе, мы уже все читали. В твоих словах нет кровавого безумия. А, ну. В атаку. Так, лучники. Так, ну, она может опять будет молнией бить. Молнией. То есть, наверное, надо поставить как-то, наверное, эти, наверное, защиту сделать, плюс 25 к защите. Только соседние клетки. То есть, наверное, через одного может поставить допустим, до лучника, сюда этого, до лучника. Как-то так. и этими сделать броню. Попробуем так. Сейчас, вроде как, есть надежда, что мы победим. Тем более стреляем мы далеко. А у него армия не увеличилась. В принципе, так и должно было быть. Так, лучники стреляются. То мы можем. Так, защита, это не надо, это не надо. Правда, здесь мы делаем защиту. А, он же действует на соседних. То есть, надо было сюда перетащить. Поэтому можно сюда перетащить, чтобы того защитить. Надо так поступить, если успеем. А, все, у меня. Расходит одну очку передвижения, завершает ход. Не хватило. Так, ладно, этим тоже делаем защиту. Теперь всем делаем защиту. Здесь мы, блин, ничего не сделаем. Можем, конечно, подойти. Как-то выстрелить. Нет, это у меня передвижение появится, он до нас потом дойдет. Хотя, если отсюда, до сюда дойдет. Так, ладно, чистаков. Создаем чистаковые ячейки перед отрядом. Прочный чистаковый ссоразмерный количеством солдат в 1-2-3. Так, ставим. Прилагал, что еще в радиусе верного выстрела. Это у нас 6, по-моему. А6. Вот этот, этот. Это граница. В принципе, за меня никто не зайдет. А, у нас сюда прям попадает туда. А, уже 10 лет. Здесь у нас был сколько? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как раз к 10. Так, отлично стреляем. Ну, это вот тогда не будет хаос или к чему-то. Так, хаос x3. Мы не дадим ей возможность сразу сделать молнию. Потому что молния там 14. Значит, транс хаос. Хаос 1. Хаос из здания. Лучше этих убирать. У нее вроде как не сильные. Много дает сущности. Их пока убрать не сможем. Так, стреляем. В кого сможем. В кого попадаем. Это, конечно, дальник. Но мы лучше уберем хаос. Здесь все равно, пускай пока дойдут. Так, весь отряд мы не уберем. Как-то. Так, вот 10, 11. А эти сейчас 3 дадут. И как раз ты молнией ударишь, да? А, 16. Это на следующий ход. Так. Следующий ход. В принципе, если мы ее победим, то это, наверное, уже будет все. Финал. Надо кого-то бить. Так, порядок. Так, это никуда не успеется. Так. Вот это можно попробовать. Три хаос. Здесь у нас куда-то вправо толкнуть. Допустим, вступаем сюда. Столкается. Это в эту сторону. А, ну, ну, так вот действует. То есть куда-то в одну из. Сейчас бы попробуем. А, вот так вот он действует. Так, ладно. Я понял. Возвращаемся. Так, это маловато. Равно не очень. В принципе, чем. Убьем. Все равно убьем. Так, что-то сделано с 75 к дальней атаке. А я все. И закончилось. Вот так вот. Не уровень ты это сделал. Но нам это только на руку. Так, если, в принципе, мы убьем бомб, то сейчас пробуем. Так, 8 порядок. У нас 4, ну, у нас 12. Так, если мы сделаем себе урон. Убьем бомб, то есть где-то 25 к дальней атаке. На всех. Ладно, бьем. Все отлично. С армией вообще пошли. Без проблем. А без армии проиграли быстро. Так, трофея. Накидка из листьев. Плюс 20% к устойчивости к дальним атакам. Корни подарили эту накидку защитнику хмурычащей из народа рана. Перед битвой за пламенеющий переход. Ее носителя тяжело заметить на открытой местности. А в лесу он и вовсе становится невидимым. Так, подтвердить. Гибель фейри. В секунду, когда человеческий клинок пронзает последнего фейри, Джандра поднимает свой посох к небу и исчезает с оглушительным раскатом грома. Кромарок терпит поражение. Так, могу увиновли. Так, что дальше? Ну что ж, всех враждебных магистров. А это были еще не все, значит. Ну все, фейри нет. Все, что было захвачено уже, все. Так, это сделано. Тремонтировано. О, а нужно этих нанимать. Вот, как интересно. Пусть он свои фракции что-то построил. Так, как нанимать? А вот, получается набрать отряды рогачи и блесные духи. Хаус. 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 Независめ. Хаус. Если улучшить-то, этого неığı то лучшеعم todo. Он не знает. И это лучше. Сидь. Т 9го. Плоч ANUSia. Так, интересно, мим пошел. Сразу к нам пошел. Так, этих можно да забрать. Уфинки нам не требуются. Потеряли всего из четырех шесть мечников. Барон Лот. Огромная армия мертвецов синхронно пошагивала позади давнего знакомого, Улдодота. С ожившими трупами шли и живые, седовласые ученые-жрецы в диковинных мантиях, и соседство с покойниками, казалось, ничуть их не смущало. Что за зло ты сотворил барон Олда? Неужели эти ужасные твари служат тебе? Отнюдь. Это благородное дело. Века назад солдаты и императрицы поклялись вечно защищать Орлеон и империю, возвращаясь к службе в годину, когда они нужны. И сейчас в виде Тавреля они нужны нам. Неужели ты не видишь, что каждый их шаг несет с собой моровое поветрие? Временное неудобство и не более. После возвращения нашей дорогой Аврелии, зелень и жизнь вернется в эти земли. Оператрица Аврелия? Олда, ты обезумел. Катата эта мысль и мне самому казалась не то безумием, не то кощунством. Но я видел ее собственными глазами, и нет ей равных. Представь только, бароны вновь соберутся под единым стягом. Бария будет отброшена раз и навсегда. Стань нашим союзником. Преклони колено перед императрицей вместе со мной, и дни было увеличивая вернуться. Никогда. Но почему же? Ты забываешь историю моего дома, барон. Сталт-Харты не преклоняют колено. Сталт-Харты стоят гордо. И Сталт-Харты выстоят. Так, по идее, это надо еще жестче. Так, F5 не работает уже. Так, ладно, делаем так же. Один, второй. Так, это значит назад. Так, а здесь, кстати, мы можем посмотреть. У нас дальность радиус 10. Чтоб по всем попадали. По всем и так так попадем. Так, вот это, а, вот это вот тоже. Это лучники. Вот сапера. Здесь у нас радиус 7. Радиус 7, наверное, надо вперед поставить. Этот этих защищает, этот этих. Это куда-нибудь вперед пойдет. Так, ну, наверное, так нормально. Так, тут все, так вот, такого мы не видели. Легионы. Легионы. Так, урон хороший. Порядок разрушения. Запугивание вражеский отряд в радиусе 1 ячейк. Получает минус здесь по защите инициативы. Круговая атака. Атакует полукругом, нанося урон врагам рядом с первоначальной целью. Рядом с ней. Так, хорошо. Синяя шапия. Игнорирует зону контроля. Вот эти, которые, типа, привидения улучшенных. Ангрипианские ученые. Походу, да, это дальненькие у нас. Беспомощность отряд не может контратаковать. Возвышенность. А, возвышенность нам дает крайность еще, кстати. Так, ладно. Здесь мы делаем защиту. В любом случае. Здесь. Так, у нас там первые ходят культисты. Походу, просто так они будут к нам подходить. Это самые простые, походу. Эти тоже подлетят. Так, ладно. Просто защищаемся. Балая слава. У ливней дальней атаки. Так, верный выстрел. Тебя, наверное, уберем. Так, он там еще не походил. Там сейчас сущности ему надается. Арканы. Ладно, всех сравнил. Не сможем тогда лучше. Об этих подобью. Тебя, вернемся. Ведем. Тебя, вернемся. Тебя, вернемся. Так, в принципе, можно делать, можно так, ну, это ближнее так годится. Так, ладно, пускай будет защита. А у этих уже защит, кстати, нет. А нет, обороны еще есть. Вроде все одно ячейки. Так, если мы уйдем. По идее, обороны больше не будет. А от этого, в общем, у меня идет оборона. Здесь идет 25. От этого, в общем-то, не пошло. Ну, да ладно, ее... Так, вот, раз перезарядка, он может делать чистаковку. То есть, в этом плюс. Так, слишком далеко. Так, попробуем сделать засаду. Ну, так себе. Так, у тебя защита. Плюс 50 устойчивости. Так, вот, отряд. Плюс одно количество атак. Интересно просто, как это работает. Так, урон 4,7 плюс здесь, процент здоровья 1. Про атаку еще не написано. А вот резня плюс 1, количество атак. Ну, допустим, подходим. Раз, контратака, атака. А, и две контратаки. Почему две контратаки? Интересно. Две контратаки. Так, ну, теперь, походу, все. Побежденного барона заковывает в цепи и уводит. А Пиродин и Сосилия подсчитывают свои потери. Пиродин, возьми людей и отправляйся в Спрингхольд, где Вилья готовится оборониться от войск Хаммондов. Барон ответит за свои преступления на следующем же совете. Я же отправлюсь на Серый Холм и остановлю чуму. Как прикажете, миледи, однако же Хаммонды никогда не были друзьями Лотом. Возможно, узнав про оживших мертвецов, Леди Хаммонд захочет обвинуться с нами. Боюсь, что обида их слишком свежа. Но я не стану тебя останавливать, мой добрый Пиродин. Я готова вернуть ей исконные земли Хаммондов в обмен на клятву верности и военную помощь. Миледи, Леди Хаммонд может счесть ваше отсутствие на переговорах оскорбительным. У меня нет иного выбора. Лоты мои вассалы, и я отвечаю за их владеяние. Передай, Леди Хаммонд, что оба наших дома ждет гибель, если мы не остановим чуму. Я верю, что топор Вильея убережет нас от зла, а твое доброе сердце, Пиродин, найдет нам путь к миру. Ко мне, рыцари, в путь. Победа Предательство барона Олда пролило свет на новых врагов, но верные люди из Сесилии готовы сложить свои жизни на войне с нежитью и незримым обществом. Песня В черной магии столкнулась Таут Харт. Мерфицы несут потрёпанный штандарт. Кровь Фейри, предавших союз, рекой течет. Барон Олда Лот скоро придет. Сесилию и Фейри зря столкнули. Нас обманули. Смерть всем гулям. Смерть всем гулям. Продолжение следует...